Девушки отдыхают Жорж Сен-Пьер Эта история началась 19 мая 1981 года в городке Сен-Иссендор, когда у молодой франкоканадской пары Роланда и Полин Сен-Пьер родился первенец по имени Жорж. Мальчик рос в обычной рабочей семье. Отец трудился укладчиком напольных покрытий, а мать работала медсестрой в доме престарелых. С самого детства Жорж был любознательным и дружелюбным ребенком, но с походом в школу ему пришлось столкнуться с издевательствами со стороны сверстников. Хулиганы регулярно избивали щуплого мальчика, выставляя посмешищем перед всем классом. Маленький Сен-Пьер пытался огрызаться, но всегда оказывался слабее обидчиков. В детстве у меня была привычка постоянно облизывать губы. Дома, на улице, в школе я всегда облизывал губы. В итоге вокруг моего рта образовался красный круг из воспаленной кожи. Я выглядел как мелкий клоун, из-за чего остальные дети постоянно издевались надо мной. Когда отец узнал о проблемах Жоржа в школе, он отвел сына в секцию каратэ. В 7 лет Сен-Пьер впервые переступил в зал Кио Кушенкай, где встретил своего сенсея Джина Кутюра. С этого дня мальчик стал изучать древнее боевое искусство, с каждым годом прогрессируя по системе ученических поясов. После пяти лет тренировок 12-летний Сен-Пьер сдал экзамен на присвоение черного пояса и получил степень мастера Кио Кушенкай каратэ. Когда я был белым поясом, нас было 100 человек. Когда я стал зеленым поясом, осталось 50. Когда я стал коричневым поясом, 10. Наконец, когда пришло время черного пояса, нас было только двое. Я никогда не был лучшим каратистом. Я просто не сдавался. Однако, несмотря на успехи на поприще боевых искусств, Жорж по-прежнему был мишенью для школьных задир. Традиционные приемы каратэ не работали против старшеклассников, которые превосходили подростков физической силе. Каждый день после уроков они поджидали Сен-Пьеру у автобусной остановки, где вымогали деньги и нещадно избивали. Но однажды он, наконец, ответил. В этот день Жорж вместе с другом выходил из школы, где у крыльца стояли трое неприятелей. Друзья прошли мимо, делая вид, что не замечают задир, но затем Сен-Пьер услышал звуки плевков. Когда они уже прошли за угол, то заметили на своих куртках следы слюны. Я сказал другу, пошли обратно. Я ударю высокого, ты ударишь мелкого, а третьего мы побьем вместе. Он начал отнекиваться и пошел в автобус. Я сказал, хорошо, я пойду один. Жорж вернулся и треснул одному из обидчиков, после чего все трое набросились на него. Они свалили Сен-Пьера на землю и стали пинать, но выдержав огромное количество ударов, мальчик сумел подняться на ноги. В этот момент подоспели учителя и разняли драку. Сен-Пьер был покрыт синяками, но он понимал, что поступил правильно. Когда я ударил в ответ, я заставил их уважать себя. Теперь они знали, что я нелегкая мишень. С этого момента они больше никогда не связывались со мной. Когда Жорж избавился от проблем в школе, он полностью сфокусировался на карате. С 1991 по 1996 год он стал четырехкратным триумфатором открытого чемпионата Канады по Кио Кушенкай среди юниоров. К 16 годам Сен-Пьер заработал второй дан и хотел выступать на международном уровне, но затем в жизни юного каратиста случилось горе. Сенсей Жоржа, Джин Кутюр, скончался от раковой опухоли, из-за чего Сен-Пьер принял решение повесить кимоно на гвоздь. К концу школы Жорж отошел от карате и сосредоточился на учебе. Он всерьез интересовался палеонтологией и планировал поступить в университет, но в один день научным амбициям молодого канадца пришел конец. В этот день я был дома у своего друга. Он взял на прокат DVD с турниром UFC 1, где победил Хойс Грейси. Он выглядел мелким мальчишкой, сражающимся со взрослыми мужчинами. Я был вдохновлен. Я захотел быть таким, как он. Я захотел быть чемпионом. В 90-е годы смешанные единоборства были запрещены в Канаде. Турниры по ММА проводились на территории индейских резерваций, где канадское законодательство не распространялось. 17-летний Жорж регулярно посещал Коноваке, резервацию племени Магавков, где на хоккейной арене проходили турниры полулегальной организации IFC. Это была настоящая старая школа. Клетка располагалась посередине ледового катка, весовых категорий не существовало, а правила практически не знали ограничений. На одном из таких турниров Жорж стал свидетелем брутального нокаута. Это был Кристоф Миду, король боев Коноваки, известный в кругах резервации под прозвищем «Французский ураган». Юный Сен-Пьер был настолько очарован увиденным, что возжелал обучаться у него смешанным единоборством. Скоро пути Сен-Пьера и Миду пересеклись. Как-то я проезжал по центру Монреали и увидел, как по тротуару идет Кристоф. Меня немедленно охватил восторг. Я понял, что это шанс поговорить с ним наедине. Я остановился прямо на дороге, заблокировал проезжую полосу, выскочил из машины и помчался к нему. Миду был крайне удивлен поведением юного незнакомца, но с пристальным вниманием выслушал его восторженные возгласы. У него были пронзительные голубые глаза и короткая белокурая стрижка. Он выглядел, как обычный молодой паренек. Он сказал, мистер Миду, вы чемпионка Наваки, я хочу стать таким же сильным, как вы, я хочу, чтобы вы меня тренировали. Кристоф был впечатлен энтузиазмом Жоржа. Он согласился стать для него наставником и пригласил тренироваться в свой зал. На следующее утро Сен-Пьер явился строго в назначенное время и провел полноценную тренировку с профессиональными бойцами. Миду оказался поражен сноровкой и трудолюбием молодого каратиста. В этот день он понял, что впереди Сен-Пьера ждет большое будущее. Моя жизнь буквально изменилась, когда я встретил Кристофа. Все началось в первый же день, когда я оказался в его зале. Он посмотрел мне прямо в глаза, указал пальцем и строго сказал, я собираюсь сделать из тебя чемпиона. Как у истинного представителя старой школы, тренировочные методы Миду отличались суровостью. На каждой тренировке он проверял Жоржа на прочность, прогоняя подопечного через максимальные нагрузки. Сен-Пьер бегал многокилометровые кроссы, упражнялся на морозе, спарринговался с тяжеловесами, но никогда не жаловался и неизменно следовал наставлениям тренера. Главное отличие Жоржа от остальных заключалось в дисциплине. Я выжимал из него максимум и поражался его стойкости. Я видел, как на его глазах наворачивались слезы, но он терпел и молчал. У него была одна проблема – он не знал, как поверить в себя. Кристоф понимал, каким редким талантом обладает Жорж, но никак не мог убедить робкого юношу поверить в свои силы. В итоге он придумал простое решение. Однажды Миду пригласил в зал двух профессионалов – Давида Луазо и Джейсона Сент-Луиса. В начале 2000-х это были лучшие бойцы Квебека, выступающие в промоушенах мирового уровня. Миду задумал натравить Луазо и Сент-Луиса на Сент-Пьера, чтобы показать ему, на что он на самом деле способен. Сначала я отказался драться. Я был слишком напуган. Это были реально мощные парни. Я думал, что не смогу справиться с ними. Но затем Кристоф положил свою здоровую руку мне на плечо и сказал, «Ты лучше, ты сильнее, ты мощнее, ты победишь. Верь в меня и верь в себя». Жорж доверился наставнику и покорно направился в ринг. При виде пугливых голубых глаз и милой белокурой шевелюры, бойцы решили, что перед ними жил Тарут и Салага, но как только пришло время драться, они быстро передумали. К собственному удивлению, Сент-Пьер легко разобрался с профессиональными бойцами, устроив каждому из них форменное избиение. Именно в этот день он наконец осознал, что действительно обладает силой, способной довести его до высших эшелонов ММА. Я обрел веру в себя и почувствовал себя настоящим бойцом. Это была заслуга Кристофа. Он постоянно помещал меня в ситуации, где я думал, что не смогу выиграть, но он всегда знал, что у меня получится. После окончания школы Жорж начал совмещать занятия смешанными единоборствами с обучением в колледже. Чтобы платить за учебу и тренировки, Сент-Пьеру пришлось много работать. В разное время он был продавцом в магазине напольных покрытий, подрабатывал охранником в ночном клубе и собирал мусор на улицах города. Временами канадцу приходилось крайне тяжело. Не хватало ни денег, ни времени, но он продолжал верить, что в один день тяжелый труд обязательно окупится. Будучи базовым каратистом, Жорж понимал, что для успешной карьеры в ММА ему необходимо освоить навыки борьбы и джиу-джитсу. Он узнал, что в Нью-Йорке существует академия Хэнсо Грейси, где на высоком уровне преподают грэплинг. В одно утро Сент-Пьер собрал сумку и купил билет в Нью-Йорк. Впереди были 600 километров пути и огромный незнакомый мегаполис, но глубокий страх перед неизвестностью не остановил молодого бойца. «Мне было 17 лет, когда я впервые попал в Нью-Йорк. Я не знал английского, у меня не было денег, а академия Грейси находилась в каком-то гетто. Но это меня мало волновало, потому что я приехал туда за знаниями». Жорж был определен в группу новичков, где на тот момент преподавал профессор философии и элитный черный пояс Джон Данахер. На первой тренировке канадец сделал все, чтобы впечатлить местного мастера, но Данахер ничего особенного в способностях Сент-Пьера не заметил. «Когда мы встречаем великих людей на ключевых этапах их жизни, то всегда подмечаем в них какие-то особенности. Но в этот день никто и не мог предположить, что перед нами в будущем один из величайших бойцов всех времен. В нем не было ничего особенного. Абсолютно ничего». Тем не менее, Жорж стал завсегдатаем академией. В течение недели он работал в Монреале, а каждые выходные обязательно держал путь в Нью-Йорк. Преодолевая восьмичасовую дорогу через международную границу, Сен-Пьер селился в дешевых ночлежках на окраине города, часто проживая вместе с наркоманами и бомжами. На следующее утро он шел на тренировку, а после возвращения собирал вещи и отправлялся в долгий путь домой. «Как-то я делил комнату шестью пацанами из Голландии, которые постоянно курили травку. Это сводило меня с ума, а моя одежда насквозь пропахла. Я ходил на тренировки, а все надо мной издевались, потому что от меня несло травой. Однажды это меня так разозлило, что я пришел в комнату и вышвырнул этих парней на улицу». Однако, несмотря на многочасовые поездки и скверные условия проживания, Жорж продолжал регулярно посещать академию. Первые недели тренировок каратист выглядел беспомощным на матах, но огромное желание и упорный труд со временем позволили ему достичь солидного прогресса. В этот момент Данахер понял, что перед ним не очередной мечтательный юнец, а настоящий феномен, способный добраться до самых вершин бойцовского спорта. «Он ехал 8 часов из Монреаля, он жил в отвратительных ночлежках, он делил комнаты с наркоманами, он почти не говорил на английском, он работал мусорщиком, чтобы платить за тренировки и становиться лучше. Эти вещи говорили о силе его воли и силе его видения. Я не заметил этого в первый день, но затем я осознал, насколько он предан боевым искусствам». Став более совершенным бойцом смешанного стиля, Жорж, ведомый Кристофом Миду, начал профессиональную карьеру в ММА. День боевого крещения настал 25 января 2002 года, когда под знаменем монреальского промоушена UCC Сен-Пьер одержал победу техническим нокаутом. После такого эффектного дебюта молодой канадец моментально получил титульный поединок, где за считанные минуты вышел на рычаг в локте и короновал себя новым чемпионом. За последующий год Сен-Пьер трижды досрочно отстоял титул, а в последней защите в беспощадной манере задушил ветерана UFC Пита Спрета. Звание локального чемпиона и пять досрочных побед принесли Жоржу имя самого многообещающего канадского проспекта в ММА. В середине 2000-х UFC по-прежнему были лидирующей организацией индустрии, но американцы стояли на грани финансового краха и трещали под натиском японских конкурентов. Дэйна Уайт срочно нуждался в новых звездах, потому как только в ММА-кругах начали говорить про некого Сен-Пьера, молодой канадец моментально стал частью абсолютного промоушена. В дебютном поединке на турнире UFC 46 22-летний Жорж разделил октагон с дерзким армянским дзюдо Кайкару Порисяном. Будучи черным поясом под дзюдо и джиу-джитсу, Порисян считался самым опасным грэпплером в полусреднем дивизионе. Однако, вопреки грозной репутации соперника, Сен-Пьер задумал биться с ним на его же поле. С началом первого раунда канадец перевел оппонента на канвас, где стал контролировать и бить. Во втором отрезке Сен-Пьер по-прежнему доминировал в партере, но в третьем растерял бдительность и угодил в коварные сети Порисяна. Мысли помогли Сен-Пьеру перетерпеть боль, вырваться из захвата, а затем вернуть контроль над поединком. В итоге бой дошел до судейского вердикта, где канадец одержал победу единогласным решением. Следующее появление Журжа в клетке состоялось через три месяца, где на этот раз ему противостоял непобежденный дебютант и бывший спарринг-партнер Джей Хейрон. Сначала Сен-Пьер наглухо отключил соперника, а следом исполнил великолепный сольный номер. Эта победа поместила канадского вундеркинда в титульную гонку, где очень скоро ему неожиданно выпал шанс оспорить выше трофей UFC. Трон в полусреднем дивизионе пустовал. После того, как Би-Джей Пен задушил многолетнего чемпиона Мэтта Хьюза, гавайц покинул компанию из-за контрактных разногласий. В итоге промоушен решил разыграть вакантный пояс между бывшим обладателем титула Хьюзом и молодым претендентом Сен-Пьером. Деревенский здоровяк Хьюз славился медвежьей силой и имел за плечами пять защит титула, что на тот момент являлось рекордом в полусреднем весе. Сен-Пьер, который наблюдал за карьерой американца чуть ли не с самого детства, считал его своим кумиром и был крайне взволнован в преддверии встречи. Мэтт Хьюз был моим героем и я чувствовал мандраж перед поединком. Даже во время последнего стердауна я не смог посмотреть ему в глаза и отвел взгляд. Я глубоко верил, что однажды станут чемпионом, но чувствовал, что мое время еще не настало. Уже на тридцатой секунде Сен-Пьер прошел в ногу и оказался сверху, однако удержать могучего американца не сумел. Хьюз ответил мощным броском, но попытки реализовать граунд энд паунд провалились. Канадец бодро вскочил на ноги, а затем нанес плотный кик в корпус, на что бывший чемпион снова бросился за тейкдауном. Сен-Пьер уверенно держал гард и избегал урона, но в самом конце допустил роковую ошибку и был вынужден постучать за секунду до гонга. Это было первое поражение Сен-Пьера в профессиональной карьере, но именно оно позволило канадцу переосмыслить многие аспекты бойцовской философии. Первые свои поединки я выигрывал за счет физической силы, но после поражения я понял, что бой это больше шахматный матч. Дело не только в физике, а в первую очередь в способности думать и анализировать. Потерпев неудачу в UFC, Жорж на момент вернулся в канадский промоушен, где в очередной раз отстоял чемпионский пояс, поймав на кеймуру опытного вояку Дэйва Страссера. После Сен-Пьер вновь вернулся в октагон, где сначала устроил погром юному Джейсону Миллеру, затем перекрыл кислород прожженному ветерану Фрэнку Тригу, а следом уничтожил мускулистую акулу Шуна Шерка. Три победы подряд вернули Сен-Пьера на вершину дивизиона, но вместо чемпиона канадца поджидал кое-кто более устрашающий. Бывший чемпион Би Джей Пен, который после двух лет самоволки вернулся забрать свое обратно. На тот момент Продиджи считался самым совершенным мастером смешанных единоборств, а многие называли гавайского феномена с сильнейшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Отчетливо понимая, что ему предстоит столкнуться с самым сильным грэпплером в карьере, Жорж впервые за долгое время обратился к своему тренеру по джиу-джитсу Джону Данахеру. Все знали, что для вероятной победы над Продиджи необходимо всеми способами избегать партера, но Данахер заметил кое-что интересное в технике гавайца. Би Джей Пен был невероятно опасным мастером джиу-джитсу, но только если находился в позиции сверху. Его сила заключалась в способности вершить контроль, проходить гард и забираться в маунт, но я заметил, что в положении снизу он не представлял особой опасности. Данахер пришел к заключению, что для победы Жоржу необходимо теснить Би Джей к сетке, проводить тейкдаун и работать сверху. Однако остальные члены команды выступили категорически против этого геймплана, считая, что Сан-Пьеру необходимо биться в стойке, а бороться с Пеном смерти подобно. В ответ Данахер предложил компромисс. Я знал, что Пен одаренный боксер и его стиль контрпанчера идеально соотносился с тогда еще простой ударной техникой Жоржа. Я понимал, что в стойке Сан-Пьер проиграет, но я не хотел проявлять неуважение к остальным членам команды, поэтому сказал, давайте на первый раунд используем вашу стратегию, но если она не сработает, вернемся к моей. С ревом гонга Би Джей стримглав помчался вперед, разбивая канадца взрывными комбинациями. Жорж отчаянно пытался перехватить темп, но Гавайц был безжалостен на контратаках. После пяти минут перестрелки Сан-Пьер вернулся в угол обескураженным, на что Данахер велел работать по оригинальному геймплану. С началом второго отрезка Жорж погнал Би Джея к сетке, обрушил на настил и стал терзать ударами. Пен сумел подняться на ноги, но Сан-Пьер уже прощупал собственный ритм. В третьем отрезке канадец продолжил навязывать клинч и борьбу, а на последней минуте провел тейкдаун, который во многом разрешил судьбу противостояния. Так поединок добрался до решения судей, которые раздельным вердиктом встали на сторону Сан-Пьера. Победа над Пеном принесла Жоржу титульный поединок. Чемпионом до сих пор был Мэтт Хьюз. С момента первого боя американец одержал четыре победы и закрепил за собой звание лучшего полусредневеса в истории. Интересно, что после последней защиты Хьюза Сан-Пьер самолично вышел в октагон и попытался в дерзкой манере вызвать его на поединок, но в итоге выдал безобидную фразу, которая навсегда стала крылатой у ММА фанатов. В этот раз я смотрел ему прямо в глаза. Я знал, что во время первого поединка он почувствовал мой страх, но на этот раз он понял, что я больше не боюсь. Эти пару секунд стартауна решили исход поединка. С самого старта Сан-Пьер занял центр октагона, где стал обстреливать чемпиона боксерскими комбинациями и одиночными киками. Хьюз пробовал огрызаться, но выглядел слишком медленным и неуклюжим. За пять секунд до гонга канадец нанес сокрушительный супермен-панч, однако добить подбитого американца не успел. Во втором отрезке Сан-Пьер продолжил терроризировать Хьюза, а затем отыскал финальный, фатальный удар. Так в 25 лет Джордж Сан-Пьер стал чемпионом сильнейшей организацией мира и обрел лауру универсального бойца, но дорога к величию никогда не бывает столь легкой. Для того, чтобы определить следующего претендента в полусреднем дивизионе, продюсеры UFC организовали специальный сезон Ultimate Fighter. Обладателем титульного шанса стал кореннастый Мэтт Сера, потомок итальянцев Сера, который всегда считался бойцом среднего класса и имел ворох поражений в UFC, открылся андердогом с коэффициентом 11 к 1. Мир ММА был убежден, что ему суждено стать легкой прикормкой для новоиспеченного чемпиона, но в этом и есть главная прелесть и трагедия смешанных единоборств, что на самом деле шансы здесь всегда 50 на 50. Все вокруг говорили, что у Сера нет шансов против меня. Я поверил им, я почувствовал себя неуязвимым. Признаться честно, я даже начал думать, что он не заслуживает находиться со мной в одном октагоне. Это был единственный бой, перед которым я хорошо спал, поскольку не переживал. Когда он попал по мне тяжелым ударом, я должен был отступить и восстановиться, но я не сделал этого. Я не смог смириться с тем, что этот маленький паренек ударил меня. Это было мое эго. Я захотел отплатить ему, но в итоге поплатился. Три минуты понадобилось Мэтту Сере, чтобы нокаутировать Сен-Пьера и стать новым чемпионом в полусреднем весе. С той сенсационной ночи прошло уже 10 лет. Сотни турниров, тысячи поединков, но до сих пор этот апсет остается самым крупным в истории промоушена. После столь сокрушительного поражения, Жорж горел желанием отомстить. Он был настолько одержим реваншем, что буквально каждый день думал только о Сере. Постоянные мысли о месте не давали ему нормально жить и тренироваться. Будучи на грани депрессии, Сен-Пьер обратился за советом к спортивному психологу. Он сказал мне, что мои мысли о реванше Сере это как кирпич, который я ношу на своих плечах. Он посоветовал мне взять настоящий огромный кирпич, написать на нем имя Сере и постоянно носить в своей сумке. Это помогло мне наглядно понять, что мысли о реванше это груз, который мешает мне двигаться вперед. Жорж носил сумку везде, где появлялся. Со временем он осознал, как много физических и ментальных проблем доставляет лишний груз. В одну ночь он сел в машину, поехал на мост и выбросил кирпич в реку, а вместе с ним и навязчивые мысли о реванше с Серой. С этой поры Сен-Пьер смог полностью сфокусироваться на возвращении. Он стал частью монреальского зала 300 джим, где начал тренироваться под предводительством главного специалиста Ферраса Захаби. Со временем между бойцом и тренером сложились крепкие и профессиональные отношения. В итоге Захаби возглавил тренерский штаб канадца, в который теперь вошли ментор Кристоф Миду, мастер по джиу-джитсу Джон Данахер, специалист по ударной технике Фил Нюрс, главный стратег Грег Джексон и легендарный тренер по боксу Фредди Роуч. У Жоржа были психологические проблемы. Быть впервые нокаутированным – это очень деликатная тема для бойцов. Но я всегда повторял ему, да, он тебя нокаутировал, но это не значит, что сделает это снова. ММА-сообщество недоумевало. Так ли Жорж Сен-Пьер на самом деле хорош, каким его в действительности считали? На этот и многие другие вопросы канадец должен был ответить в бою с Джоржем Костчиком, обладателем самых эффектных кудрей в ММА, шедшем на солидной серии из пяти побед подряд. На протяжении трех раундов Сен-Пьер контролировал национального чемпиона по борьбе в партере, неизменно угрожал сабмишинами и наносил ощутимый урон. В результате он одержал победу единогласным решением, а через три месяца получил бой за временный пояс, в третий раз крестив перчатки с Мэттом Хьюзом. В конце второго отрезка Сен-Пьер провел рычаг локтя, завершил трехлетнюю трилогию и наконец заработал право на долгожданный реванш. Поражение с Эре – это лучшее, что случалось в моей карьере. Я стал мудрее. Я перестал витать в облаках и считать себя особенным. Теперь я не ходил на вечеринки, не болтал с левыми людьми, а только усердно тренировался. И в день второго боя я был совершенно другим бойцом. Реванш между Сен-Пьером и Сэрой состоялся в Монреале, в родном городе Канадса, где под возгласой обезумевшей толпы он свершил отмщение. Так спустя год Джордж вновь обернул золотой пояс вокруг кимоно и подтвердил звание лучшего полусредневеса планеты, но к этому моменту дивизион уже трещал от новых претендентов. В дебютной защите титула Сен-Пьер прошелся катком по Джону Фитчу, идущего на серии из 16 побед подряд. По итогу пяти насыщенных раундов канадец превзошел претендента по всем аспектам и одержал разгромную единогласную победу. Дальше на горизонте проблеснула лысина Би-Джей Пэна. После поражения в первой встрече Продиджи спустился на категорию ниже и стал чемпионом. Будучи обладателем титула в легком весе, гавайц возжелал стать первым двойным чемпионом в истории промоушена. Однако Сен-Пьер эту инициативу не оценил. В этот раз канадец так избил гавайца, что между раундами тот не смог ответить на вопрос, где он находится, и был признан побежденным техническим нокаутом. Следующим, кто посигнул на регалии чемпиона, стал бразильский питбуль Тиаго Алвес. Высококлассный мастер муай-тай, Алвес двигался на серии из семи побед подряд, а в последних боях излюбленным коленом отключил Коро Паррисяна и Мэтта Хьюза. Широкоплечий бразилец считался серьезной угрозой для канадца, но в итоге познал ту же участь, что и остальные. Сен-Пьер легко нейтрализовал сильные стороны претендента и вышел победителем решением. Стремительно ворвавшись в абсолютную лигу, английский анархист Дэн Харди добыл четыре виктории подряд и заслужил рандеву с чемпионом. Харди, который одновременно имел имидж олдскульного панка и обучался боевым искусством в Шаолине, громогласно обещал нокаутировать канадца. Англичанин даже пригласил в свой тренировочный лагерь Мэтта Сэру, но в конечном итоге все оказалось бесполезно. Все 25 минут Сен-Пьер являлся единоличным хозяином октагона и в конечном итоге довольствовался очередной единогласной победой. Успехи в октагоне сделали Жоржа самым популярным атлетом Канады и лицом бойцовского мира. Однако, несмотря на хлынувшую популярность и огромные заработки, Сен-Пьер не забывал о своих корнях. Канадец всегда поддерживал друзей и тренеров, но самый главный подарок преподнес, конечно, родителям. С детства у меня была одна мечта и однажды я осуществил ее. Я проснулся утром после одного из моих боев и направился прямиком в банк. Там я встретил работника, которому сказал, что не хочу, чтобы мои родители платили по счетам до конца своей жизни. Любой долг, кредит, машина, пусть покупают и берут хоть каждый день. Я пытался скрыть это от самих родителей, так как знал, что они никогда не согласятся. Я был в другой стране, когда они позвонили. Мать плакала, а отец был в бешенстве. Они говорили, что им не нужны мои деньги, но в эту минуту на моей душе стало так хорошо. Это было лучшее чувство за всю мою жизнь. Между тем, Джордж двигался к званию мировой суперзвезды и UFC решили ускорить этот процесс. На пару со старым знакомым Джошем Кощиком он стал главным тренером 12 сезона ТАФ. Сначала Сен-Пер переиграл визави в тренерском мастерстве, а затем устроил мастер-класс в клетке. Поединок практически полностью прошел в стойке, где чемпион изменил очертания лица претендента и оформил пятую юбилейную защиту титула. После слияния UFC и Strikeforce промоушен заполнили десятки новых претендентов, в числе которых был долговязый джитсер Джейк Шилдс. Будучи чемпионом Strikeforce в среднем весе, обладая серией из 15 побед после перехода в новую организацию, Шилдс спустился на категорию ниже и замахнулся на титул Сен-Пьера. Поединок состоялся в Торонто, в крупнейшем городе Канады, где на огромном стадионе Роджерс-центр все 55 тысяч мест были заполнены канадскими фанатами. Это был один из самых сложных боев в карьере чемпиона. Во втором раунде он пропустил джеб и полностью ослеп на левый глаз, но даже в таком состоянии сумел перебить Шилдса в стойке и забрать победу решением. Теперь, когда Сен-Пьер безоговорочно считался лучшим полусредневесом в истории, он отправился за званием сильнейшего бойца всех времен, но впереди ожидало очередное испытание. У Жоржа намечалась очередная защита титула. У него было повреждено колено, но он продолжал тренироваться и не хотел отказываться от боя. Доктор нас предупредил, что если травмировано одно колено, то есть высокая вероятность перегрузить и травмировать второе. Слова доктора обернулись явью. На одном из спаррингов Сен-Пьер повредил здоровое колено. МРТ показала полный разрыв крестообразных связок. Потребовалась срочная операция. О боях пришлось забыть. Многие говорили, что моя карьера окончена, но я захотел доказать обратное. Я поставил перед собой цель вернуться как можно скорее, но это была ужасная травма. Я понимал, что если что-то пойдет не так, я никогда не буду прежним. Пока Сен-Пьер проходил реабилитацию, в полусреднем дивизионе велись ожесточенные боевые действия. В результате UFC решили разыграть временный пояс между стоктонским бродягой Ником Диазом и Карлосом Кондитом. По итогу пяти близких раундов Кондит вырвал победу решением, забрал временный титул и отвоевал право биться с неоспоримым чемпионом. За девять месяцев, которые Жорж не тренировался, он полностью растерял форму. Я приводил в зал любителей, а он не мог продержаться с ними и трех минут. Он потерял фокус, он не мог бить джеб, не мог проводить тейкдауны. Он забыл все. Перед боем с Кондитом я сказал, если сегодня удачный день, мы не будем хотя бы выглядеть совсем плохо. Если сегодня неудачный день, это конец. Когда Жорж появился на арене, 20-тысячный стадион пришел в дикий экстаз. Канадец уверенным шагом ступал к октагону, а ментор Кристоф Меду, как и 10 лет назад, был за спиной. Подгоняемый родной публикой, Сан-Пьер моментально ринулся в бой, перевел претендента на настил и стал кромсать локтями. После двух раундов лицо Кондита покрылось кровавой маской, но по звериной улыбке было видно. Это не все. Начинается третий отрезок. Кондит бьет идеальную комбинацию. Стадион замирает в ужасе, а чемпион разваливается на конвасе. Следует обойму ударов, но канадец терпит и поднимается. Потрясенный и разбитый, Сан-Пьер самоотверженно идет вперед, сваливает претендента в партер и продолжает граунд энд паунд. Последующие чемпионские раунды полностью сложились в пользу канадца, который в конечном итоге одержал единогласную победу и вновь стал неоспоримым чемпионом. Это была самая сложная защита в карьере Сан-Пьера, но он по-прежнему был лучшим в мире. В жизни каждого великого чемпиона наступает момент, когда он встречает главного антагониста, условного злодея, противостояние с которым переходит на личный уровень. В наследии Жоржа эту роль сорвал себе Ник Диас, человек с мышлением трудного подростка и повадками уличного гангстера, который благодаря своей прямолинейной натуре очаровывал миллионы фанатов. В преддверии поединка Диас обвинял Сан-Пьера в употреблении стероидов, разоблачал в симуляции травмы, критиковал за обтягивающие шорты, называл уничижительными словами и терроризировал на пресс-конференции. Жорж говорит, что я напоминаю ему хулиганов, которые задирали его в школе. А знаешь, что я скажу? Сколько? Сколько раз к твоей голове прикладывали пистолет, Жорж? Сколько твоих лучших друзей застрелили в грудь из 45-го калибра? Сколько твоих друзей лежали в коме? Вот с чем я сталкивался, когда рос. Впервые в карьере у чемпиона сдали нервы. Ты реально думаешь, что я боюсь тебя? Ты что, думаешь, что я боюсь тебя, мужик? Ты сумасшедший? В субботу вечером посмотрим, как я боюсь тебя. Однако, сколько бы занимательной ни была предыстория противостояния, сам поединок был абсолютно лишен интриги. Сан-Пьер смял Диаса в клетки, выиграв каждый раунд и даже перебив стойки. Так Канадец одержал очередную доминирующую победу и закрепил восьмую защиту титула. Полусредний дивизион был практически вычищен, но посреди горы павших претендентов был еще один боец, жаждущий встречи с чемпионом. Аномальная мощь – самое страшное оружие в ММА. Когда Джонни Хендрикс касался своей левой, люди падали как статуи. Бородатый ковбой из пустыни Оклахомы, он был двукратным чемпионом страны по борьбе и обладал солидным рекордом 15 к 1. Многие были уверены, что Хендрикс, наделенный касанием смерти и высококлассными борцовскими навыками, именно тот боец, который прервет эру Сен-Пьера. Первый раунд прошел на равных, но во втором Хендрикс потряс чемпионом массой тяжелых комбинаций. Сен-Пьер с трудом устоял на ногах, однако в третьем отрезке пришел в себя и перебил претендента. С началом четвертого раунда канадец продолжил наращивать преимущество в стойке, но американец провел тейкдаун и нанес весомый урон в партере. Финальные пять минут должны были определить исход поединка. Хендрикс донес несколько точных ударов, Сен-Пьер провел пару значимых тейкдаунов, а Гун застал бойцов у подножия сетки. В итоге Сен-Пьер был объявлен чемпионом раздельным вердиктом судей. Это было одно из самых спорных решений в истории компании. Львиная доля экспертов и фанатов, включая Дэйна Уайта, считали победителем Хендрикса, но разговоры о несправедливом решении быстро перешли на задний план. В послематчевом интервью Сен-Пьер объявил о желании отойти от дел, а на последующей пресс-конференции подтвердил, что на неопределенный срок завершают карьеру. Долгое время ММА-сообщество считало, что основаниями для ухода стали персональные проблемы и полученный урон, но, как выяснилось позже, реальная причина заключалась в отсутствии антидопинговой системы в UFC. Дело в том, что Жорж на протяжении нескольких лет безуспешно пытался убедить промоушен ввести антидопинговую комиссию. В преддверии поединка Сен-Пьер даже предложил Хендриксу вместе сдать пробы на запрещенные препараты, но американец отказался. «Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы не согласился на этот поединок. Я жалею, что стал биться без антидопинговой комиссии. Я должен был сказать UFC, не хотите проводить тесты? Окей, забирайте этот пояс, с меня хватит, я ухожу». Примечательно, что после введения в 2015 году в UFC антидопинговой системы, Джонни Хендрикс проиграл 5 из 6 боев и завершил карьеру. Однако Сен-Пьер по этическим соображениям до сих пор не хочет обвинять бывшего соперника в употреблении запрещенных препаратов. За время отсутствия в октагоне Жорж жил полной жизнью. Занимался научными исследованиями по палеонтологии, вел передачу про динозавров на National Geographic, основал благотворительный фонд и даже успел подраться с Капитаном Америкой. В таком темпе прошли годы, но Сен-Пьер продолжал тренироваться и регулярно намекал о возможном возвращении в UFC. После огромного числа слухов, которые длились 3,5 года, этот день наконец настал 1 марта 2017 года, когда Дэйна Уайт объявил, что канадец проведет поединок за титул в среднем весе против английского графа Майкла Биспинга. «С того дня, как я ушел, я знал, что однажды вернусь. Но я не хотел возвращаться в полусредний дивизион, биться за то, чем уже много лет владел. Я поставил себе цель подняться на категорию выше и принять бой с местным чемпионом. Я бросил себе вызов». Титульный поединок в среднем весе состоялся в стенах легендарной арены Мэдисон Сквергарден. Мир ММА сомневался, так ли Жорж Сен-Пьер хорош, каким был годами ранее. Но как только дверца октагона захлопнулась, они получили ответ. Со стартового гонга Сен-Пьер стал разбивать чемпиона на дистанции, а к концу раунда с разворота отправил в стоячий нокдаун. Во втором отрезке Биспинг сумел донести несколько ударов, но канадец по-прежнему контролировал ситуацию, эффективно смешивая комбинации и тейкдауны. Третий раунд ознаменовал конец. Сначала Сен-Пьер потрепал Биспинга в партере, а когда действие перешло на этаж выше, оформил один из самых брутальных финишей в своей карьере. Именно так Жорж Сен-Пьер в 36 лет стал новым чемпионом UFC в среднем весе и для многих обрел звание величайшего бойца всех времен. Тем не менее, на 33-й день с момента завоевания титула канадец сложил себя чемпионские регалии, поскольку не собирался проводить защиту пояса и не хотел задерживать дивизион. Дальше были многочисленные попытки организовать поединок с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, но когда переговоры зашли в тупик, Сен-Пьер собрал специальную пресс-конференцию, где заявил об окончательном завершении карьеры. Я ухожу. Здесь не будет слез, потому что я счастлив. Это требует много дисциплины уйти, когда ты на вершине. Я долго размышлял об этом, но пришло время сделать. Это был великолепный путь, который начался с самых низов, дошел до самых вершин и получил счастливый конец. Сегодня Жоржа любят и уважают миллионы, но люди признают его не только за достижения в октагоне, а еще и за настоящую порядочность, которой Сен-Пьер всегда отличался. Пару лет назад Жорж разъезжал по улицам Монреали и к нему подошел бездомный попрошайка. Когда Сен-Пьер взглянул на него, то был поражен. Это был хулиган, который избивал его в школе. Он молил о деньгах, но когда разглядел меня, испугался. Он думал, что я собираюсь избить его и уже хотел убежать, но я остановил его. Я спросил, что ты тут делаешь? Он начал жаловаться на жизнь, но я возразил. Ты хорошо выглядишь, ты полон потенциала, тебе нечего делать на улицах. Я дал ему все наличные, что у меня были, сотни долларов и велел начать новую жизнь. Я забыл об этом случае, но спустя пару недель я заехал к родителям на ужин и отец мне рассказал, что этот парень приходил поблагодарить меня. Он устроился на работу и теперь его жизнь наладилась. История Жоржа Сен-Пьера Ушел в закат, будучи лучшим, не растеряв по пути простые человеческие ценности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok